Не ожидал, честно говоря, столько нормальных людей придется сегодня из Допокоря. Сам бы не пришел, но, как говорится, семеро по ласкам, двое по краям. Кстати, двое по краям – это замечательные люди, которые не бросают нас в тяжелую минуту. И в легкую тоже. Дмитрий Земский. У нас все по-прошлому. Дмитрий Аполлон, Емский, Дмитрий Калачевиков, я, может, просто Данил Леонидович. Как-то у нас пошло так, что мы по тридцантым числам выступали в Допокоря и как-то вот так. В прошлом месяце тридцантого, а сейчас тридцантого. В июле будет 29-го день, когда-нибудь 30-го. Но событий сколько происходят, просто хочется делиться, хочется радоваться, улыбаться, что наконец-то. Как клеткой делиться. Как клеткой делиться, да. Чтоб кризис дошло до дна, как говорили, когда начал копать глубже, все глубже и глубже, шире и шире. Все хуже и хуже, радостнее жить, как говорили. Когда я посмотрел Евровидение, я восхитился. Никто из стран мира не повторит, конечно, они же умные, они не будут так бегать и выхитывать на ветер. Вот. Так что никто действительно не повторит. Я думаю, надо делать конкурс по авторской песне все-таки. Все-таки уже пора, а то совсем авторская песня скоро не останется у нас. С бордовидением. С бордовидением. Хорошо. Евробарк стал. Бордовидением. Ну, я думаю, мы обсудим и эту тему. А сегодня, если вот какие-то вопросы, пишите, присылайте записки. Записки писать крупным почерком, потому что птички заслоняют солнце, вот, им плохо видно. Ну и, я не знаю, песни самые разные услышите, которые еще никогда не слышали. А некоторые песни в тысячный раз будут исполнены. Причем здесь, везде, вот, говорят. Ну, поехали. Я вот иногда смотрю на них, как первый раз. Старый дом, я вместо кресел, подоконники, приютил, мутеризор от окна. Полночь за полночь, а я сижу спокойно. Наблюдаю, как меняется луна. Только что было серпом, уже без молота. А теперь, как меняется луна. Только что мы были счастливы и молоды, а теперь уже, теперь уже не так. Отсюда увозили нас, сюда нас возвращали Отсюда мы уехали, приехали сюда А ехали с орехами, скакали с калачами Бултых и в яблоку канули и горды, и голды Бултых и в яблоку канули и горды, и голды За окном мельдали кадры старых родителей Наши лица вратно вою стороной Все мы вместе, все орлята, все соколики И вихры, времена и дождь грибной Каждый вечер, каждый мучает, каждый споющий Зубы мелкие, но острые уже Далеко еще, а как же далеко еще Под окном на четвертом этаже Отсюда увозили нас, сюда нас возвращали Отсюда мы уехали, приехали сюда А ехали с орехами, скакали с калачами Бултых и в яблоку канули и горды, и голды, и голды, и голды На стене другой рукой, та же форма, именно другие равенства Что-то помнится из фильма «Могила черного», что-то доброе, но прямо как в кино Словно годы пролетели, будто не были Где-то рядом просто выше этажа Жаль, что сказка, как была, осталась небыли Да и диана дорожка в этот дом Ночь по ночь, а вот на цветах сигаретные Соколятом и горлятом не даст сама Лезут в голову вопросы безответные Расстравила душу чертова луна Загуняла голова пустая звонница За окошком дождь нестарой морозили То ли где-то тихо копает без сонницы То ли где-то незавиденные часы Отсюда увозили нас, сюда нас возвращали Отсюда уехали, приехали сюда А ехали с орехами, скатали с кулачами Бултых и в ябку кадули годы года Бултых и в ябку кадули годы года Пришла замечательная записка В записке было написано «Поговорите с нами еще» Я понял, что вот Великий сырьмярный брат Не хватает, наверное, какого-то такого диаложества Знаете, я в хорошем смысле Вот Что-то вспомнилось сейчас, когда микрофон начал пресепетывать Вспомню, как мучился с пресепетыванием Когда после стоматолога впервые сел к этот микрофон Я думаю, что нормальные люди в зале поймут О чем сейчас пойдет речь Гитары громкие Ну, потише гитары громче Или я буду погромче Нет, так самому страшно После посещения стоматолога А стоматолог, наверное, веселый такой Он произнес коронную фразу Он сказал, что если хочешь выйти быстро из депрессии Вселенский такой рецепт Надо практически одновременно сходить к паримакеру и к стоматологу Увидел, рот открыл, зазумление закрыло И все, и депрессии, как коровый язык Есть некоторые вещи, которые никогда не станут песнями Но как вот напоминание о вечном Такой стюшок Как судьба моя судьба, как судьба, как судьба вечности осколок Погадай мне на зубах добрый стоматолог Бурмашина зажужжит, рот несчастный сплюнет Ты мне правду расскажи, любит, любит От рождения тридцать два, а по жизни восемь Увела меня зима через лето восемь Из картона грубого вырежу я елку Естами бездумбами щелкну в тихомолку И опять начну с нуля Весел и беспечен Очень добрым стану я Ведь кусаться нечем Да, вот вспомнились два небольших примера Пример песни настроения, пример песни размышления Тысячу лет назад сочиненной Вот чтобы тем, кто слушает, было легче так бы ориентироваться в этом песенном пространстве Вот пример песни настроения Удивительное дело Если тут удивить, то нет Но в данном случае головой с балкона вниз Чтоб душа при этом пела, ноги к небу поднялись Чтоб торжественно и смело закружилась я весна А кому? Какое дело? Вот добрызги поют Да Вот один пример, но пример все-таки песни А песня размышления Это гораздо более, я бы сказал, аксентно, но философично Вот, и отвечает все-таки реальность сегодняшнего дня Кирпичом по голове Ра! А по ребрам молотком Ха! А вокруг все сразу О! Ах! Ах! Ну а я себе отборю Сосновь Потому как в голове Потому как в голове Но о ребрам давно Потому и в голове Вооруженные теоретико-практическими знаниями того, что вы сейчас услышите Вы уже поняли, на что вы попали Продолжаем движение 20-30 дальше Песня, написанная в соавторстве Находится в кальций-скедах В нескольственной мемани В соавторстве С великим немецким писателем Розариком Художником Композитором Поэтом Хайне Ханхайне По-моему, все-таки Да, это Генри Гейн Но это все-таки На сей раз будет Белти все-таки Он, к счастью, не знает об этом счастье Что к нему в соавторе попался такой интересный человек А я Но тем не менее Стройка-то бессмертная Итак, песня под названием Сады Травы, метоносы Ветер шевелит Дядьевский стоносы На земле лежит Тепный ветер с юга Далека, гроза Бегают вокруг, кругу Красные глаза Глядит влево Валу К лужбе смотрел Поглядит направо Тоже без предела И пока не поздно В небе созрачок А по небу Звезды, звезды Два рубля А по небу А по небу спутник Молния ходил Сам себе попутчик Сам себе один А так душа хотела Спутником парить Да не как в руке Тело душу отпустить Не качается дядька Трехни до утра Ведь поутру глядька Муже, чем вчера Не пылит дорога А не дрожат листы Подожди Немного-много Отдавнем же ты Трамы стебля гнуты Виттер шевелит Спутничий залутый Он в него влетит А внизу вольвотно Мухой на стекле Батюшка народ Народ на матушке земле А внизу вольвотно А мухой на стекле Марш народ Народ на матушке земле О-о-о-о! Трио творческие моряки Почему творческие моряки? Эта история уходит, я бы сказал, глубоко вдаль корнями или далеко в углу, неважно. Однажды Вадим и Валерия Мещуги поплыли на Кипру из Одессы на катере. И где-то в подпитии и подплытии в Кипру за сутки они попали в девятибалльный шток. А катер это не яхта ведь. И вот так основательно побило, и они цвета обоев, цвета нынешних обоев прыгали на землю. Кипру бедные и концерт, а я прилетел в самолет, как умный человек. И они взяли, сказали, Катер Антонину, где можно было выкинуть, как палочки. Катер был встанет. Ну ладно. Я их встретил в зеленых. Вот сидим в концерт и встает, какой человек говорит, как вам повезло, обращаясь к команде, Катер, как вам повезло, среди вас были такие творческие моряки. Эти зеленые моряки такие. С ненавистью глядя на волны, которые там в напитках, в сутки, в ненависти и все. Мне очень понравилось это название. Ансамбль творческие моряки. Сейчас мы еще раз покажем, как мы хорошо поем. Мы споем Шлягер. Песня, которая, да, совершенно неожиданная, песня, которая стала Шлягером, потому что сегодня будет как раз тысяча первое исполнение ее. Вот. Песня посвящается Владимиру Вольфовичу Жириновскому, который с завидным ухожством преодолевает 5-процентный барьер. Да что-то в этом есть. Недавно с ним встречался сам президент. А я просто наблюдал оратора, когда он на ступени Большого театра, стоя на грузовике. Можете себе представить, как это на ступени Большого театра и грузовик на ней. И на грузовике вождь. И 15 голубых флагов стоят рядом. И я 16-й идиот, потому что касса закрыта, я жду, когда они откроются. И человек 150, милиция вокруг. Милиция откровенно зевала. И плевала на ступени Большого театра. И когда вождь сказал, что идем пиндюрить Молдавию, утюжить Эстонию и мыть калоши в Идейском океане, я потрясла последняя. Открылись кассы Большого театра. Я ушел. 15 голубых флагов остались. А у вождя Сюна бьет, это исторический факт, на 1,76. Поэтому люди от колеса стояли на 1,78. Было приятно видеть медолеты. И я просто посвятил этому событию песню, которая стала шляпером, с удовольствием, скрижище от губами, спою еще что-то так. И помогут мне творчески говорить. А в стране дураков, дураков не осталось. Все приехали к нам погулять отдохнуть. А у нас, как всегда, темнота и усталость. А у нас все путем, только где он тот пул. Подтяжки вздох, хлопну стакан, сам себе вон, сам себе вон, в душу залез. Подтяжки вздох, хлопну стакан, сам себе вон, сам себе вон, в душу залез. Подтяжки вздох, хлопну стакан, сам себе вон, сам себе вон, не вон, сам себе вон. ПЕСНЯ 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 Как говорится, из себя-то он уже вышел, а домой еще не попал. Кстати, дорогие дамы, всех вас с наступающим праздником весны, с 8 марта. Пожалуйста. Можем еще раз поздравить и с позатымашним праздником, и с позатым-тымашним, да. Со следующим, да. Дай Бог. Увидимся еще. В общем, целую, Леня. А еще на улице в темно Ни души, ни звука, ни огня, А еще горит мое окно В комнате, в которой нет меня. А еще встаю один в ночи, А никого со мной рядом нет, А еще я вырвел ключи. А нет, найду в поте, Попадайте свет, А свет святой, святами, а вот куда? Слышь, меня включи в карамане, Да нигде, А не скользкнув ли из карамана водопеда, Не дайте их, не собрали в темноте. А еще, уж скоро рассветет, Дураком будильник прокричит, А еще повыльтет народ, И затопчет все мои ключи. А свет святой, святами, а вот куда? Слышь, звенят, Ключи в карамане, Да нигде, А те скользкнув ли из карамана водопеда, Не найти их, не собрали в темноте. А пока на улице темно, А пока стою один в ночи, А пока горит мое в окно, А еще я выкрадил ключи. А свет святой, святами, а вот куда? Слышь, звенят, Ключи в карамане, Да нигде, А те скользкнув ли из карамана водопеда, Не найти их, не собрали в темноте. Не найти их, не собрали в темноте. Не найти их, не собрали в темноте. Неотвратимо, как судьба. Из-за кружки только что принесен дурь, И он встал и надвинулся. Кстати, о Адамах. Завтра день, День блондина. Есть такой, да? Вот уж не знал. Точно, да? То, что блондин здесь знал. Крашеный, День блондин. Это что, на улицу не выходить, что ли? А если все блондинки за рулем? Да, кинь ватер. Блондинки, блондинки. Это хорошая, на самом деле, записка. Я ее с комплексом, с кинзаком. Просто следующая песня, я хотел другую спеть. Я спою, наказание теперь это. Роман с настоящим мужчиной. Я всегда очень многословно объясняю, что мужчина настоящий, это по телеверсии. Вот мы смотрим телевизор, что куда от него деться, да? И вот телевизионная версия настоящего мужчины сейчас на ваши восхищенные глаза и высплется. Итак, начинаем роман с ударной части. Блондинки, брюнетки, шатенки и, собственно, рыжие Святой благодатью на землю спустились с небес. В стране дураков с незасеемым полем чудес В стране дураков с незасеемым полем чудес Толстушки, худышки И, собственно, средней убитности Вы посланы нам в утяжение душ наших и тел Без вас не видать нам Зламурно-погембной элитности Без вас каждый в жизни Имел бы не то, что хотел Без вас каждый в жизни Имел бы не то, что хотел Судары, милейки, синьоры И, собственно, товарищи Ну, вы, блин, вообще И вам нету конкретно цены И кони стоят И по избам не видно пожарищей И хочется плакать Да тушь потечет, пацаны Аплодисменты И хочется плакать Да тушь потечет, пацаны Аплодисменты Тяжелый образ Тяжелый, тяжелый, да? К нему надо готовиться Понимаете, когда расти, телевизор смотреть Ну, продолжая романсовую тему Романс О прекрасном, да, релаксирующем напитке Четыре буквы Вертикали Если вот слово Водка, коньяк Это по горизонтали То это по вертикали, да? И аккомпанирует Ну что, не аккомпанирует Живет в этом романсе И как Афродита Из этой пивной пены Возникает гитара Удивительная гитара Евгения Николаевича Кунтова Приветствую вас Аплодисменты Аплодисменты С каким же смаком В семь утра Глотает пиво То, что дымится Из-под пробки на ветру Оно вливается во внутрь Не торопливо Так пьют лишь пиво И лишь только поутру Глоток другой И наведенные На резкость Глаза и мысли Возвращаются назад И унобожно Захарканная местность Вдруг превращается В цветущий дивный сад На дне палит В лучах гимнерного сияния Вчерашний грешник Вечный пленник И сокращаются Большие расстояния И приближаются Иные времена Где нет с утра Паски пахамельного Синдрома Синдрома А только радость В предвкушении труда Дорога весело Бежит к родному дому А там жена Глухо-немоя Но всегда Старушка-мать Печет алатья Хлопатлива Сынуля рожит Ну, моя Не кракуя Ах, почему ж так быстро Иссякает пиво Ах, почему же в этой жизни Все не так Ах, почему же в этой жизни Все не так Заметите классическую посадку Евгения Николаевича, да? Ему чуть неудобно, он немножко корежит пятки Обычно классические гитаристы подкладывают ступеньку Продлятую Педальку Было время, когда Евгений Николаевич прикупил педальку Но, знаете, он носил ее в рюкзаке Потому что она была кослинского литья И весила килограмма 25 педаль Однажды на моих глазах это чудо произошло В старом ЦАПе в центре авторской песни Он ее бросил на сцену И она наполовину вошла в сцену Там просто баллы пнилые Здравствуйте, я... В педальку была, в пользу все было Ну, пытались, дедка за ремку, жучка за педальку Собственно, что я спортировала на то, чтобы приобрести Сей вот предмет удивительный Там на сценнике в графе наименование изделия Значилось следующее Подставка для музыканта Нарошен не приду, уже добавлю А вот история, которая произошла в доме музея Петра Ильича Чайковского в Клину Один из экскурсоводов проведет экскурсию по новому музею Экскурсию детей Рассказывает о творчестве великого композитора О том, как он жил И вот они подошли к роялю, на котором играл Петра Ильич И на рояле стоит его статуэтка маленькая такая И кто-то из детей спросил А что это? На что экскурсовод ни минуты не раздумывал И ответил А это дети Чучелка Петра Ильича Чайковского Заканчивается экскурсия Коллеги экскурсовода пристают к нему с вопросом Почему Чучелка? А он отвечает, говорит, как я могу сказать детям бюст? Ну да, на родине героя была установлена злобозрот героя И хорошая история, да Чучелка Лесу родила, чучелка Лесу не умерло Это к чему мы все завели, это в плечевке? К тому, что сейчас вы услышите такое, да, масштабное всенародное произведение Называется оно Эпос Какому народу принадлежит до сих пор историки и литературоведы Бьются в кровь, не могут определить Но Несколько лет назад в Вильнюсе мы уступали А там был такой длинный зал Длинный, длинный Человекопотреб умещался, но рядов, по-моему, 300 И вот в конце сидело пять женщин Ну после того, я не знаю Круппировались они После того, как они услышали Эпос Они минут через десять после этого Начали так смеяться, что это не слезало Надо сказать, что это были финские женщины Я ничего не имею против чувства юмора финского народа Финов нет? Вот случайно Во всяких случаях А можно? Нет В хорошем смысле Нет Просто Просто когда я пою Семь-то цыганские песни Сочиненные собой Я жду, чтобы сейчас Старин цыган из зала Сказать зарыжий А вот это Ну, не знаю Финский, не финский Эпос Но Иногда я задаюсь вопросом Откуда в простом кургарском париенде Коим является Евгений Николаевич Быков Он из Кургана Курганской трубковки Они держат Ильинамский рынок И автозаводский рынок Это вот они Евгений Николаевич Откуда в нем такая Тяга к финно-угорскому Центгетриану Иногда я спрашиваю его А я иногда отвечаю Так неожиданно так отвечаю Полюбившимся Тичетверостишья Сегодня мне прощаются Все мои грехи Кладуй свою музыку А твои стихи Я не могу сказать Я впервые слышу Дерзновенные строки Молодого Интересного гитариста Я не могу сказать Что я впервые Произношу их Вот так прелю Но просто Я вот объявляю Как бы конкурс Пишите Пишите ответ На эти дерзкие строки Экспонируйте Будут зачтены ответы Сейчас выходит Полное собрание Сочинений Ответов на Дерзновенные строки Молодого Постоянно растущего Гитариста Евгения Героди Ну а пока Слушайте эпос Каким боком Здесь Евгений Николаевич Скажу прямым Он автор Финской народной музыки Которая украшает Этот эпос Спасибо Спасибо Среднего планета Ставьте Какие негромкие холмы Под многометровой Толщей снега В маленьком уездном городишке Нет, не в городишке В деревушке Девушка жила Красиво слишком Так о ней судачили подружки А она Отряхнув короткой стрижкой Бегала с воданой Мальчишек И ветрам Открыв свои подмышки Вырастала из своих платьишек Девушку прозвали Что по-фински значило Маришка Или ее родимом Все ее любили И даже слишком Старый Тойва Оттекает младший Подкарельский Сиди под березой Говорил, что нет Маришки краше Утирая трубки И свои слезы Сын его Лоренцус Генченц Далеко ходил Рыбачить в море Вместе с ним Рыбачили и немцы И Тельгым И Однорукий море Волны в море Были и мудели И Тельгым С Лоренцус Пели оду Однорукий Тоже был пределе Черпаков Почеркнувая вода Как-то раз Метнувши на удачу Свой горкун В районе Чеченцы Услаха Лоренцус Крих гагачей И увидел Раненую птицу Гага била крыльями Под ветер Но горкун Борзился в тело Слишком И скричал Рэцо Тон-рэптор Криве, герка Я твою вспышку Но макита Папа я Мудина Гага все Слабела И слабела И упав На плечи И тельвына От рыданий Сотрясалось Тело Ливеристский танкер Маршал Громов Шел Из портов Пресса И уже почти Подплывши к дому Люди Увидали Белый остров Удак Друзья мои Печальные песни На волне Потачивалась Дага Ворон Смерть Дивился В поднебесье И гарпун Торчал Как древко Флага Машинист Лебедки Трунчика Верили Поднял Гагуниш Как ставриду Доктором Тандил Сильгар И шпири Обработал Рабу С трептоцидом Капитаном Ветреной Как скалы Петр Михайлович Зайцев Крякнул Тихо И сказал Крякни Мама Ей досталась Пусть живет Забыв Про свое Лихо И он Чудо Крабидола Да Она как-то Странно Так Стрепедулась И как будто Не было угола Девушка Прекрасная Вернулась Так вернулась К жизни Каяц Кюля Возродилась Для тепла И ласки Кто-то Черствый Скажет Ну и Что же Это вам Легенда Мифа Сказки Нет Друзья В Камчатском Пароходстве Танкер Маршал Гропов Уважает И его С началом Судоходства Сотникам Чедалов Провожают А команда За души Не чая В озорной Буфетчатся Париж Все ее Лелеют Ублажают А Лоренцо Почернел Горе Многократно Проклял Все на свете Запасной Карпунч Закинул Закинул В море И теперь Работает В газете Пишет Репортажи Заметки И кричит Айлами Мори Кляй Но лишь Фетер Страховая Светки Пух Катвач Словно Снег Печал Спасибо Ну вот Стих рассказали Давайте песню Что-ли Споем Танец Танцуем Ну я даже не знаю Че спорю А че спорю О Из огня До вков Значит А песня Которая Начинала Писаться Как шуточная Да мы ее не пели Сегодня вспомнилось А потом Куда-то Повело Поволокло И вот Че случилось Песнь О Николае Не о городе А о человеке Николай Николай Пахли Куда-ли Загат Заткла И орал Николай Безуспешно Три дня Отчего же Кричал Кулачками Махая И пытался Забраться В темлый Макер Живот Отчего Темной ночи Жизнь Кричал В коммунальном Шалмане На двенадцать Персон Батя Бил За сынка А сосед Дядя Вова Мастерил Бозунки Из армейских Кольцов Николай Безуспешно 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 Взглянуть за дно Когда по маяке Безуспешно Он опять Не поймет Что опять Все не так И в весом В ночах Семена Прочь Забыты Вспоминая Слова Что Не знал Никогда Будет Тихо Молить Потолочные Плиты Чтоб Остаться В осене И уйти Небеса леда Но не спит за чего-то Где-то плачет малыш Третью ночь направит Я живу в огромном мире В однокомнатной квартире Шесть умножить на четыре Вот и весь ее метраж Я живу и в усмитую Я прекрасно существую И ни капли не рискую Взятым быть на партнаж Справа сноюное соседство Слева старенькое детство Посредине самоедства Аж до третьих петухов Серебрит рассвет окошко Где же бродит эта кошка Не бывает по наружку Отпущения грехов В тишине звенящей молча Я листы бумаги порчу Кто ж наводит эту порчу Что мешает тихо жить Тихо топать по дорожке Где же бродит эта кошка Забежала бы на немножко Было бы с кем поговорить На столе листы бумаги Словно сдавшиеся флаги А на них обломком шпаги Грифель от карандаша Слово места не находит Кто мою руку выводит Где же кошка эта бродит Грешно глазая душа Тень скользнула по паркету Переломан лучик света Как хорошая примета Дождь ударился в окно В однокомнатной вселенной С теплой грелкой наколенной Мы мурлычем вдохновенно И что будет, все равно Циферблат с подороженным ежиком Начал время галеть по углам Молосольный огурчик скупоженный Аккуратно деля по палам Ну поехали, зеркало в трещинах За конец календарного дня Да зато не забытую женщину Что совсем потеряла меня Ну поехали, зеркало в трещинах За конец календарного дня Да зато не забытую женщину Что совсем потеряла меня Я бродил по дорогам придуманным Выбирая пути на удар И китай с потелками струб Не давала вернуться назад И летелась, и пелась, и мучила Душу грел на несчастных шестин И казалось, что самое лучшее За ближайшим изгибом пути И казалось мне крест свой несущий Что не кончится этот полет Ну а так ожидать им живущая Все простит и, конечно, поймет Время ежик клубочком свернувшись Укатила болезнь из-за вниз И сижу я, еще не вернувшись Но уже не поющий на месте Где-то ждет незабытая женщина И на ниточке грудит кольцо То ли зеркало слишком уж в трещину То ли просто морщина в лицо АПЛОДИСМЕНТЫ Остает сигареты, пальцы жертвы Ногу в пепельце битых тараканов В ванной комнате Да, ну вода течет Дай того, чтоб путь текла Она и скрата А вот и нет Видать, что вверх и мой сосед Утопился, если брать размер потёка Да ты как лет, шестой десяток лет Может, сзамка поможет и с востока Синеристый малый рынок, каюность буйная прошла Лишь торчат три синизы, и два потеряных крыла И тик-так, тик-так, титаник, лёг на дно спокойно жить Там обид, всё магнит, магнит, луч переворожить Там обид, всё магнит, магнит, как забыто, как магнит Параган Говорилось, что катонка, вот где нафиг По стене размыты трещины змеяться Это ж только с виду вроде бы стена Это ж только с виду хочется змеяться Да горает сигарета, пальцы жжёт В голове от таратана, в тельца, на вода Тихо капает, гадает, и жизнь течёт А вода, она, девчонка, не видовата 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Извините за выражение. В секстеле с Меркурием. Я непонятно выражаюсь, я тоже мало чем понимал в этом. Но 13 сентября 2002 года в 4 часа утра я проснулся от собственного кашля, потому как болел. И неделю просыпался от собственного кашля. Ужасное ощущение не столько своей собственной, сколько у окружающих, недалеких, родных и близких. И соседних мест. Потому что все начинают орать отрезанное в 4 утра. Пошел вон отсюда, пришел выпинывать на кухню. Я обижаюсь, и в воду, иду на балкон, курю. Тогда я был еще предан этой пагубной притухе. Сейчас уже год и три месяца не курю. И темное звездовое небо такое, 4 часа утра, 13 пятница, это как заклинание. Я сижу, говорю, одна звезда, вот как эта птичка вот так справа, одна. И что-то пробивает, я вхожу в комнату, включаю свет, беру лист бумаги, ручку, без практически единой помарки записываю то, что вы услышите. Горжусь тем, что пошел поток, я его соматил. Умиротворенно и без кашля ложусь спать. Потом какая-то мелодия появляется на концерте, рассказывают историю. Приходит записка, которая кладет в начало славной череде, не менее славной записок. Может, сегодня будет пополнение, для чего я рассказываю. Автор пишет. Меркурий находится так близко к Солнцу, что Земле его практически не видно. Сначала интересно. Но раз в 30 лет Меркурий, я, например, совершенно уже одурев от жары, отходит от Солнца. Крадучись, я принимаю. Ночь. И 2-3 дня его можно наблюдать с Земли примерно в том месте, которое вы описываете. Я начинаю гордиться с тобой. Грудь расправляю. Конечно, я Меркурий. Кто Меркурий видит? Дальше записка продолжается еще более горделивой. Галилео, Галилей и я. Мы с Галилео. Мы очень ждали этого момента, но не он тогда, не я теперь. Нет, даже так, а вам, значит, на кой хрен это вам? Я так понимаю, прошедшие слова юного астронома, значит, вам повезло. Дальше я подчеркиваю, видны среды слез на записке наших крупных. И дальше автор как-то так очень вялый и безинициативно желает здоровья, там, новых песен. А другого концерта я рассказывал, уже гордясь. Рассказывал, что вот я был причастен. Какое записка, значит, что судя по вашим песням, вы человек с техническим образованием. Хотя, гуманитарий, да, мозг из спинных костей. Из Силуфа, Казанский университет. И как всякий образованный человек, продолжая беспощадно автор записки, вы должны знать, что самое близкое к Солнцу планета Венера. То есть возникает диспут. Меркурий, Венера. Венера, Меркурий, Галилео, Коперник. И мы посередине. Потом, значит, в разных городах, в разных странах, в Америке один человек пришла записка. Я студент, я только учу, я читаю много книжек. Меркурий, самая близкая планета. Здесь ЦАП и концерт в Москве. Венера тоже хорошая планета. Участник беспилотных полетов, там, Венера, 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 испытатель, там, заслуживший такой такой. Новосибирский человек, ну, сообразно своему, так сказать, вкусью написал, что это был Меркурий, в нем было что-то венерическое. Сколько людей, столько и мнений. Но все же мы астрономы, все же не понимаем, о чем идет Илья. Пока что подводит эту дискуссию, чёрт-тук от дискуссии, человек, который написал псевдонимы, видно, стыдно было подписаться полным. Врач Ножиков. Такой скольпинюк такой. Судя по слову, патологоанат не меньше. Он пишет, что при катале верхних дыхательных пунктов, при бронзике, на отсадной каше лопаются микрососудики в глазах, и часто возникают белые пятна на темном фоне, и темные пятна на белом фоне. То есть, всё моё вдохновение. 13 сентября в 42. 13 сентра, это значит, хе-хе-хе, ничего, нифига. С кольпинюк дальше тоже желает, там, здоровье, там, новых песен, бжик-бжик такой. Я все-таки считаю, что это было вдохновение, что это был поток, что это был Меркурий, находящийся в секстере, то есть, практически эмотивное отношение с Землей. А песня вот такая получилась. А когда затихают, наконец, дорога, умастивших ладони в своих плащадях, в полусонные ночи возникает звезда, и глядит неотрыкно на планету людей, и тогда собираются звуки земли, от шуршания корней, до дрожания цветов, от шуток лады, до приближней мили, до молчания несказанных обликных слов. Собираются звоны разбитых сердец, боль непонятых моем, вспомнил сладостных губ, и шипение металла, который кузинец, превращает их в кулан, отпуская в антирубарабаны дождя, флейтетины слезы, и последнее от новогодних шаров, легкий треск пролетевший туда до грозы, до протяжной пенье окилых ветров, вздохи царственных рыб, что волнуют пруды, и хлопки на русочек рука светлых ладей, собираются звуки, и летят от звезды, что глядит неотрывно на планету людей. В небеса поддалек наступает рассвет, восходящее солнце сжигает мосты, и уж в некоторых звезды дым был только след, угадавший сюда с неземной высоты, и неявно волнуя явные миры. По вселенной глубже дает негромный глубок, от весенней листвы до осенней коры, от звучания слов до биения строк. Спасибо. Спасибо.